Приветствую вас, и на мой взгляд, ключевым словом в вашем вопросе является то, что мужчина как бы просит вас не форсировать события, не усложнять ситуацию, да, а пока просто обзарить всё как есть. В зависимости от того, значит, почему вы развелись, в зависимости от того, что послужило причиной для вашего развода, а также в зависимости от того, значит, какой мужчина, ваш мужчина человек, какие он выбирает модели поведения для того, чтобы разрешать проблемные ситуации, вот, какой у него тип личности, какой у него характер, какие у него взгляды на проблему и так далее. В зависимости от этого, можно уже сделать вывод, что действительно ли мужчина просто использует вас, или, или он пытается таким образом постепенно воссоздать вашу семью. Понятно, что чистка внешность всё указывает на то, что он просто использует вас, это понятно, но так проще всего на самом деле подумать. Поэтому вам нужно в этой ситуации поступать несколько более грамотно, на мой взгляд. Или, лучше даже сказать, не более грамотно, а более тонко. И в ответ, то есть, как бы, в ответ на такое поведение вашего бывшего мужа, говорите ему, допустим, что-то, просите его о помощи в чём-то, помимо вот тех двух раз, что он приезжает к вам. И смотрит на его реакцию. Если мужчина будет отвечать на ваши просьбы, если мужчина будет помогать вам, если мужчина будет соглашаться, скажем, оставаться у вас, ночевать не два раза в неделю, как сейчас, а три, там четыре и больше, то это значит, что он действительно хочет с вами построить семью и просто-напросто не желает форсировать события. То есть вы вот таким вот своим отношением в данном случае его бы подтолкнули к тому, чтобы он себя проявил, проявил бы свои намерения. Если же вы увидите, что он не желает этого делать, если вы увидите, что он не хочет с вами сближаться, не хочет больше времени с вами проводить, то, соответственно, в таком случае можно говорить о том, что вы правы, подозревая в том, что он вас использует, и тогда уже вам ну не будет действительно ставить ультиматум. С другой стороны, вы же сами согласились на, например, интимную связь с ним, без, как я понял, обязательств, да, надеяться на то, что, возможно, это является началом ваших новых отношений, но вы же сами согласились, при том, что проблема, по которой вы развели, судя по всему, не была вам решена друг другу, между друг другом, я имею ввиду, не была разрешена. А это означает, что она появится вновь, рано или поздно, если проблема не была решена, то она появляется, так, к сожалению, бывает. И вам нужно быть готовым к этому, вам нужно быть готовым, что проблема появится вновь, и вам нужно быть готовым к тому, чтобы поступать соответствующим образом, значит, чтобы быть в своей позиции, в ситуации, значит, быть в своей позиции, в ситуации, если она повторится с вами. Вот то, что происходит. Вот то, что вам нужно здесь порекомендовать. А так, намерения мужчины, они на самом деле непонятны. Они могут с равной долей вероятностей свидетельствовать и о том, что он хочет с вами семью вновь, но не хочет спешить, и о том, что он вас просто использует. И вам действительно нужно поставить мужчину в ситуациях, когда у него будет возможность проявить себя в той или другой страны. И уже основываясь на этом, делать выводы. Поскольку вы, значит, полтора года жизнь в разводе, а вы до сих пор хотите, чтобы у вас была полноценная семья, то, соответственно, я бы в этой ситуации поработал бы еще и с вами, чтобы определить, для чего вам семья, ага, почему вы именно с этим человеком хотите семью, как вы планируете быть семьей при условии, что вы развелись по вашей же инициативе, и еще раз повторю, как непонятно, что у вас были за проблемы и как вы эти проблемы собираетесь решать и так далее. То есть ситуация заключается именно в этом. Вот. То есть вам нужно поступать именно так. То есть и не ставить ультиматум, и не пытаться примириться с тем, что сейчас происходит. Нужно просто использовать это и смотреть, как мужчина будет себя вести. Соответственно, если вы увидите, что он не готов жертвовать своими интересами ради вас, ну тогда уже вам решат. Либо вы, принимая его и не отказывая ему прямо в том, чтобы он приезжал, просто-напросто своим поведением продемонстрируете, что он вам не нужен такой, что у вас уже другой мужчина есть, да, и намекнете ему об этом. Либо вы подставите ультиматум, здесь решать легко и полностью только вам. На этом все. Надеюсь, что помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...